Во Франции готовятся ко вторым за последние месяцы выборам, на этот раз парламентским. Они состоятся завтра. Партии Макрона прочат уверенную победу. По данным соцопросов, его однопартийцы могут заручиться поддержкой более третьей избирателей. Но выиграть выборы не главная проблема. На очереди сложные структурные реформы. Обо всем по порядку. Яна Подзюбан. За парламентские кресла борьбу ожидали пожёстче, чем за место в Елисейском дворце. Третьего тура президентских выборов не вышло. Предвыборная гонка превратилась в третисортный сериал, в котором хоть какой-нибудь рейтинг делают порно-звёзды в качестве кандидатов. Эстер Кайман от своего прошлого не отказывается и утверждает, проблемам бездомных посвятила себя, как только ушла из кинематографа. Поэтому и в этой области опыт имеет немалый. Но истинными героями телеэкранов и выпусков новостей становятся новички в политике. Как Жан-Батист Моро, фермер, который 40 лет возглавляет сельхозкооператив. Если меня изберут, мне надо будет проводить несколько дней в неделю в Париже. Тогда придётся найти заместителя, потому что коров нельзя оставить ни на один день. Безработные, пенсионеры и даже студенты. Все они кандидаты от партии нового президента. На 577 кресел парламента движения «Вперёд республика» предложили 428 кандидатов. Резюме, желающие стать депутатами, в штаб Макрона присылали по электронной почте. Собеседования проходили по телефону. В итоге половина депутатов – обычные граждане. Порно в списке – женщин и мужчин. Средний возраст кандидатов – 46 лет, на 20 лет моложе нынешнего парламента. И всем им исследователи предсказывают победу. По опросам у партии Макрона в парламенте будет абсолютное большинство. После инаугурации не прошло и месяца, а по местам Макрона уже отправились туристы. Летоке Пари пляж, дословно Париж на море. Этот небольшой курортный городок 150 лет назад основал создатель популярной газеты «Фигаро» и «Полидо Вальмиссан». Так и повелось. Здесь дача состоятельных парижан. На главной авенею – дом Макрона. Нелишенные изюминки мало чем отличаются от остальных домов здесь. Но сегодня, это можно сказать с уверенностью, это четырехэтажное строение – главная достопримечательность города. Ближайший сосед виллы Макрона – магазин одежды. К журналистам тут привыкли на вопрос, часто ли появляется сам Макрон, или его жена Брижит. Продавцы заверяют – часто. И предлагают купить футболку с надписью «Туке – город президента». И сшили специально к первому туру выборов в Национальную ассамблею. Мы дизайнер разработали сами. Такие милые футболочки получились. А вы голосовали за Макрона? Нет. Ничего личного, только бизнес. Продавец Изабелла на президентских выборах голосовала за Липен. И на парламентских собирается поддержать Национальный фронт. И поддержка им пригодится. После проигрыша Марин Липен на президентских выборах внутри партии кризис. Социологи прогнозируют им лишь четвертое место. Это не больше 15 кресел в Нижней палате. Самые плохие прогнозы у социалистической партии, которая потеряла все рейтинги в результате правления Оланда. За последние 50 лет рискуют получить минимальное количество мест в парламенте. Место главной оппозиции вновь пророчат республиканцам. Сам президент, похоже, настолько уверен в победе своей партии, что уже готовится к следующему шагу – реформам. Первая на очереди – трудовая. Кабмин правительства Оланда, в котором был и Макрон, уже однажды провалил ее с треском. Время работы над ошибками. Яна Подзибан, Алексей Лабушкин, Анна Шаргатова, Первый канал, Франция.